В эфире «Вести Чукотка» в студии Кристина Мовчан. Здравствуйте! Я и мои коллеги расскажем вам об основных событиях в округе. На Чукотке завершились выборы губернатора. Голосование продолжалось три дня с 8 по 10 сентября. Всего по округу работали 55 избирательных участков. Чукотка оказался лидером по уровню явки среди регионов Дальневосточного федерального округа. Подробнее о том, как проходило голосование, расскажем в нашем сюжете. Финал большого выборного марафона. Три дня Чукотка голосовала за нового губернатора. 10 сентября ровно в 20 часов по всему округу закрылись 55 избирательных участков. Участковая избирательная комиссия номер 2 городского округа Анады завершает свою дневную работу и голосование. Избирательный участок объявляется закрытым. Сотрудники избирательных комиссий приступили к сверке документов и подсчету голосов избирателей. В Анадыре этот процесс шел достаточно оперативно. На участках здесь использовались комплексы автоматической обработки бюллетеней, которые считают их в онлайн-режиме и после выдают уже готовый протокол. В целом все три дня голосования на Чукотке прошли тихо и без происшествий. Сообщения о нарушениях не поступало. Жители округа ответственно подошли к вопросу выбора нового главы региона. Каждый голосующий связывал с выборами свои ожидания. Самым главным, я считаю, для привлекательности региона это обеспечение жилищного сектора. Так, чтобы могли люди приезжать и работать, и жить на территории нашего региона. Я работаю в колледже. Я хочу, чтобы наши студенты, ну скажем так, шли обучаться и знали, что они останутся на Чукотке. И для этого будут все условия. Ну, мне кажется, это власти нашего губернатора. Я думаю, вот основные инвестиционные, вот эти проекты большие. Песчанка, да, кажется, медная. Ну, и социалка, жилье. Жилье. Ну, это основное, мне кажется. Иначе мы так все и разъедемся отсюда. Развитие, экономического роста, улучшение жизни, качество жизни вообще. Самым активным по явке был первый день голосования. 8 сентября на участки пришли 9025 избирателей из 32 тысяч. Это более 31% от общего числа. В следующий день прошел немного тише. Явка выросла до 43%. Проголосовало 12 820 жителей округа. Ну, а в финальный день к закрытию участков удалось преодолеть барьер по явке в 53%. Для сравнения, на предыдущих выборах губернатора округа явка составляла чуть более 60%. Здесь стоит отметить, что еще не все жители городов, сел и поселков Чукотки вернулись из отпусков. Кто-то заготавливает запасы на зиму и практически живет в тундре. Тем не менее, стопроцентную явку показали в селах Нутепельмен, Энурмина, Уэлькаль и Ванкаре. Число избирателей там, конечно, невелико. В Нутепельмене это 55 человек, в Энурмина – 130, в последних двух – 78 и 56, соответственно. Но все они проявили большую активность и воспользовались своим избирательным правом. Для многих жителей голосование – это не только серьезный выбор нового начальника Чукотки, но и праздник. Например, старейшины Анадыря нарядились в национальной камлейке, надули воздушные шары и большой компанией с песнями пошли голосовать, чем здорово подняли настроение окружающим. Сегодня у нас праздник, выборы. Поэтому всех жителей округа поздравляю с этим выбором, праздником. И желаю дальнейшим благотворной работы на благо Чукотки. Кстати, национальный колорит присутствовал и на самих избирательных участках. Там работал аниматор в костюме хозяина Арктики – Белого Медведя. И традиционно по субботам в Анадыре проводится регистрация браков. Так вот, некоторые молодожены прямо из ЗАГСа отправились на выборы губернатора. Надо сказать, что сотрудники участковых избирательных комиссий постарались торжественно встретить молодых. И даже кричали горько. Мы считаем, что каждый должен голосовать. И поэтому раньше не получалось, сейчас получилось. Только завтра тоже, как бы, еще второй день свадьбы. Поэтому самый удачный момент. Все эти дни за честностью и открытостью выборов следили более 300 наблюдателей. Свыше 200 – от общественной палаты Чукотки, 65 – от представителей партий и 41 – от зарегистрированных кандидатов. Наблюдатели были выставлены на каждом избирательном участке региона. Также на всех избирательных участках велась видеозапись. Напомню, что в выборах на пост губернатора Чукотского автономного округа участвовали 4 кандидата. Временно исполняющий обязанности главы региона Владислав Кузнецов от партии «Единая Россия», депутаты окружной думы Юлия Бутакова от ЛДПР и Владимир Гольцов от КПРФ, а также руководитель окружного управления Почты России Александр Семеряков от партии «Справедливая Россия. Патриоты за правду». Вести Чукотка